Налаживание прочных партнерских связей с другими странами – это одно из направлений культурно-экономической политики нашего района. В сентябре прошлого года в Одинцово принимали делегацию из японской Окинавы. Теперь же в здании АГУ Андрей Иванов приветствовал гостей из Финляндской Республики. Очень надеемся, что сегодняшняя небольшая экскурсия вам понравится. Особенно подчеркну, что нам очень важно услышать ваши впечатления о наших достопримечательностях. Мы готовы обмениваться с вами опытом, поэтому если у вас по итогам нашей экскурсии, по вашей поездке в Одинцовский район будут какие-то предложения, будем рады вас услышать. Глава Одинцовского района озвучил ряд инициатив. Среди них обмен опытом в благоустройстве парков, посещении передовых производств и даже совместные спортивные мероприятия. Реакцию известных на весь мир любителей хоккея легко предугадать. Что касается обмена в спортивной сфере, то я думаю, что это очень легко осуществить, потому что финны, как и русские, являются очень большими любителями спорта. Особый вопрос – это обмен студентами и школьниками. Андрей Иванов, посетивший недавно выпускной бал Одинцовской молодежи, озвучил уже достигнутые результаты и планы на будущее. 1 сентября у нас произойдет знаковое для Одинцовского района событие. Завершится интеграция нашего местного гуманитарного университета в систему Московского государственного института международных отношений. Это один из сильнейших и лучших вузов страны, известная на весь мир кузница дипломатических кадров. С учетом активной реконструкции спортивного парка имени Ларисы Лазутиной, Одинцовские власти особенно заинтересованы в обмене опытом с финскими коллегами. Мастера зимних видов спорта, финны знакомы и с достижениями Ларисы Евгеньевны. В свою очередь на территории Усимаа расположен парк Нуксио, очень популярный среди жителей региона. На экскурсии по лингвистической школе иностранные делегации показали образцы детского творчества и народные игры. Культурный обмен продолжился в музыкальном зале. В общей сложности экскурсия заняла несколько часов. При общении с журналистами глава финской делегации отметил, что экономическое и политическое напряжение между Финляндией и Россией не могут помешать укреплению культурных связей. Я бы сказал, что у наших народов нет проблем. Люди знают друг друга. Мы хорошие соседи и имеем хорошую общую историю в течение долгого времени. И это важно, что в эти сложные дни международных проблем у нас открыты границы. Мы встречаемся. Важность работы подобных делегаций нелегко переоценить. Они помогают в обмене опытом и позволяют установить прочные дружеские связи между народами мира. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.